Всем привет! По ролику про кухню было много комментариев, научить ходить по выставкам. Очень странный вопрос. Выставки проходят ежегодно, проходят выставки мебели, проходят выставки отделочных материалов. На любую выставку можно зарегистрироваться и пройти бесплатно. Пока несколько дней провела на выставке, встретила очень много знакомых, потому что на выставку ходят не только люди, которые работают в этой сфере, но и люди, которые просто хотят сэкономить. Кто-то обставляет здесь, потому что обставляет квартиру, кто-то здесь, потому что обставляет дом, кто-то здесь, потому что нужно заменить какую-то мебель. В любом случае, выставочные образцы продаются дешевле, а главное, приехав на выставку, вы можете увидеть что-то новое, что-то интересное. И если не купить, то хотя бы присмотреть для того, чтобы заказать это в будущем, либо заказать что-то подобное у какого-то частного мастера, но уже имея какую-то идею в голове. Пойдемте посмотрим, что в этом году. Уважаемые участники, я дала, что-то там на комплекте искал. Уже не стоит покупать. Ну раз не закрылся, уже не стоит покупать. Оптический обман зрения. Прикольно. Смотрите, он весь такой раз, и там воздух. Весь такой. А, куличечка. Смотрите, да? Ой, а я ударился. Ну, если тебе хочется носить макулатуру, то возьми, колес. Ну, ты назови мне, чем он от эстонцев отличается. Не, 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 ничем. Это нет, не тот. Это журнальный столик. Он журнальный, он не компьютерный. Тебе с утра кофе поставить такой и поставить. Ну, что, ты как-то делаешь? Ну, что? Ну, понравилось. А что тут плохого? Их таких миллион сейчас делают под дерево. Ну, помните? Ну, возможно, да. Сейчас мы были на стенде турецкой фирмы. Энсо. Шкаф, ну, да, он очень дорогой. Ну, как бы он дорогой, да. 200-232 тысячи. Он большой, он красивый. У него смотришь на три и весь такой оделанный, красивый. Уже с наполнением, уже с подсветкой. Это такой, да, красивый. То есть, ну, но красивый. А вот тут русский... Я подхожу, такой шкаф такой оделанной тканью. Ну, просто необычно оделанной тканью. Стоимость 470 тысячек. Маленький шкаф. Шкаф уже... Ну, как бы он не ужасен, но он не стоит даже 10-й части. Потому что он не стоит. Филюминиевый профиль. А что тебе 40 сказали? Ну, такое говно, не можешь 400 ставить. Покупайте российское производство. Я два дня хожу по выставке, и все примерно одно и то же. Во-первых, в этом году будет так выглядеть, и очень бедненькая. Ну, и ходишь одно и то же, и одно и то же. И меня действительно зацепило. Пускай, может быть, не самая красивая, хотя почему не красивая, красивая фотопечать. Очень много сейчас квартир, не только просто маленьких квартир. Очень много квартир-студии. И даже дошло до того, что в больших городах начали строить, сейчас уже основывались, квартиры общей площади с ванной и туалетом в 10 квадратных метрах. Это страшно представить. Поэтому то, что мы сейчас посмотрим, это очень функционально, очень красивое и самое продуманное решение для маленьких площадей. Компания «Честерист» представляет эту квартиру с спальным местом 1200 на 2000 с названием «Фоксор». При высоте матраса 18 сантиметров, ламельное основание, столбик у нас остался, на месте подголовничек у нас открылся. Кроватка легонько загидывается, мы ее заслали туда, на время забыли, вазочки приклеены на всякий случай. На всякий случай, да, скотчем мы их приделали, что первые пять вазочек у нас они не сохранились. Они были на счастье определены дальше уже в жизни. Значит, мы ее защелкиваем, чтобы она произвольно не выпала для того, чтобы успокоить пользователя. Фиксируется на двух сторон, защелочкой с той стороны, пушем, отталкивателем внизу и здесь магнитиком подтягиваемся. А какая глубина должна быть? 40 сантиметров. А это по бокам шкафчики? Это шкафчики по бокам сверху антресорки. Это диванчик. Цена вопроса? Цена вот этого вот. Цена вопроса вот этого 160 рублей. Базовая комплектация 81. 81. А из-за чего ценник прибавляется? Ценник прибавляется вот фотопечать, материал. Мы с вами видим использование мягких панелей на задней стенке изделия. Видите? Да, то есть. Это стоимость без матраса. Грежитальная кровать может быть представлена в двух размерах. метр сорок, глубина спального места и метр шестьдесят. То есть это для детей? Два, а? Для детей? Нет. Это для метр шестьдесят, ну, для девушек, скажем так, до восемнадцати. Метр сорок, метр шестьдесят спального места. Здесь уже, ну, как вы видите, на самом деле. То есть здесь тоже мы с вами видим мягкие элементы. Применяются ткань, также фотопечать та же и глянцевые фасадки. То есть вот подголовничек не убрали, кроватка не закроет. Ножку не убрали, кроватка не закроет. Цена вот этого? Здесь базовая шестьдесят, это только модуль в линейке Трансмеп. Этот модуль стоит сто пятьдесят тысяч. Бонус, то, что мы видим, да, то, что мы видим вот здесь, стоит сто пятьдесят рублей. Применяется наше производство механизмов, мебели, дизайна, сервисного и постсервисного обслуживания. Следующая модель у нас Рейф, она самая простенькая. Сорок сантиметров. А подскажите, пожалуйста, только в Москве или можно как-то... Розница в Москве, вообще по стране. Мы отправляем деловыми линиями, транспортными компаниями. А сборщики как? Вот человек захотелось... Дистанционно. Сами собирают, самосборы. То есть вообще никаких проблем не возникает? По-всякому. По-всякому. Да. Это даже не кухня. Здесь человек, который собирает, он должен все-таки технически быть подкован. Хорошо. Смотря на то, что у нас чертежи, все там, инструкции, все сопровождается. Видео, телефонное сопровождение. И тем не менее, собрать ее человеку неподготовленному непросто. Абсолютно плоские фасады. Без ручек. Без ручек. Ну а что ты хочешь, если Land Rover выпустил рейндж, да, в которого ручек нету? И все такие, о, надо делать все без ручек. Ручек, да. Все, все сядут, вымышлены, бедно, кушают по ручкам. Нужно делать все без ручек. Фасады в основном идут. Ну, под дерево и под камень. И вообще было у нас отцоколя. Поразительно, в кухнях начали отказываться от цоколя. За счет того, что, в частности, кухня в гостиное идет. И практически сейчас переходят на эти роботы-пылесосы. И даже кухонную мебель начали делать вот на этих вот ножках. Просто для того, чтобы роботы-пылесосы могли туда подлезть. Все вот на ножках. Прям тенденция. Ножки, 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 ножки. Уже къезд. Пойдем. Слушай, ну это уже классика, это уже пошлость. Спроси их, а вам найти-то, конечно. Я даже спрашивать не буду. Слушай, ну это прямо... Оно даже на дерево не похоже. Смотришь, посмотри, оно пластик. Вот смотришь, пластик. Это лак. Это ужас. Это пошлость. Глянь, какая банкетка. Это ужас. Слушай, что и с кожзамом. Вот это вот. Глянь, это золото. Кожзам. И желательно кожзам, чтобы был такой перламутровый. А в Армении очень хорошо берут. А мы их... Они в том году тоже были прикольные, ребята. Прям я помню их концептик. Вот она, да? Она сделает примерно, может, сделает, как в одном случае. Вот такой вот. Здравствуйте. Да, я же не в чайно-сольце его смотрела. Вот он прям лаконичный. Берем. Сколько денег? Шесть четыреста, но он был за пять с чем-то у них на сайте. Я помню. Я посмотрела. Там внизу что, ножки? Там регулирован опор. А. Ну, мне нравится. Ну, прям лаконичный. Ну, да, не то, что это металлическое. А внутри какая-то есть? Нет, нет, нет. Нет, никакого штифта. Это все единое. А нагрузка какая-то? Ну, вообще, у нас удобно, понимаешь? Да, ну, у меня ребенок 25, на него сядет и все, и пух. Не, 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 не. Ну, ты же не для этого берешь. Не, 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 не. А цвет только такой, да? Нет, цвета у нас разные. Восемьдесят. Вот я вам. Нет, ну что? Нет, да, позвоню же. Вот, во мне восемьдесят. Ну, короче, не надо, не на майся. Ладно, все, все, все. Не, я так. На сгибание у него нагрузку он выдерживает, ну, даже там, в пик он до двухсот килограмм. Да, это можно. Спасибо. Продолжение следует...